Рабочая программа главы Кубань в Беларуси началась с раннего утра. Руководитель края принял участие в заседании под председательством спикера Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко. Центральным же событием форума стало пленарное заседание, которое провели Владимир Путин и Александр Лукашенко. Российский лидер отметил, что наша страна дорожит отношениями с соседней республикой и намерена наращивать сотрудничество по всем направлениям. «Особенно хотел бы отметить то, что мы вместе с Александром Григорьевичем придаем особое значение торгово-экономическому сотрудничеству, торгово-экономическим связям. Беларусь занимает первое место по объему товарооборота России со странами СНГ. На российский рынок поставляется половина всей белорусской экспортной продукции. В прошлом году товарооборот увеличился почти на четверть и достиг 32,4 миллиарда долларов». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в свою очередь, отметил, что вопросом взаимодействия с Белоруссией на Кубани уделяется особое внимание. По итогам пленарного заседания он заявил, что делегация нашего региона посетит соседнюю республику с бизнес-миссией. Потенциальные инвесторы смогут узнать о приоритетах в экономике края и ознакомиться с преимуществами ведения бизнеса на Кубани. «Это станет еще одним шагом в укреплении сотрудничества между краем и регионами республики. Будет способствовать увеличению взаимного товарооборота. Мы заинтересованы в развитии дальнейшего взаимодействия с республикой, в создании новых совместных производств, прежде всего в промышленности». У нашего региона схожа структура экономики и также развита промышленный комплекс. В нашем крае, так же, как и в республике, ставку делают на переработку. На территории Кубани работают 9 российско-белорусских компаний. Это и производство мебели, а также оптовая торговля парфюмерией, медицинскими препаратами и косметикой. Продукцию, произведенную в крае, активно экспортируют в соседнюю республику. Так, товарооборот Кубани с Белоруссией за полгода составил более 170 миллионов долларов.